Всем привет, с вами Злата, и это видео на конкурс от Купи Ребенку ТВ. Там надо было шить питомца для любой героини Monster High или Ever After High. Я их шила для Monster High, питомца для Honey Swamp, вот такого вот осьминога. И сейчас я вам о нем расскажу, какие трудности были, конечно, и вообще о своем, об этом осьминоге. Что больше всего, мне нравится эта шикарная улыбка. Больше всего я очень думала, какую сделать, как сделать. Ну, и придумала. Как вы знаете, у Хани на платье, у куклы, там как покусано что ли. И я подумала, может это он ее кусал. Ну вот, как видите, очень похоже на пиранью или крокодиловые даже зубы. Еще в нем это его шикарные глаза. Они, как живые, видите, они могут смотреть то в эту сторону, то в эту, то в эту. Даже низко суток бывает. Вот. Самое сложное в этом было пришить его рожки, как вы заметили. Они, как бы, мне кажется, это побо-кожа какая-нибудь. Ну, не знаю, мне советовать летать, использовать ее. Или самая какая-то кожа просматривалась. Я ее буду так называть. Вот. Их очень было, очень трудно проткнуть иголкой. Вот. Даже родители не могли. Но потом я нашла самую свою толстую иголку и проткнула. Как видите, немножечко видно швы, но мне кажется, это нормально даже. Он красненький у меня. Даже если вы увидите, вдруг есть яблочко. Вот. Еще там говорилось сделать вот такую вот анкетку. А с самым вот этим питомцем. И сразу предупреждаю. Я иногда писала от его лица и от лица Хани. Потому что я представляла, что он у меня уже есть. Ну, давайте начнем. Что он ответил на вопрос, как тебя зовут? Привет! Мое имя Рэдди. Рэдди, потому что, наверное, красный. Все-таки красного цвета. Редко встречу такого. Порода. Он тоже сам отвечал. Я очень долго думала над его породой. И, конечно, придумала. Редкий и неповторимый, чертовски привлекательный осьминог. Конечно, может, я и преувеличивала. Но, не знаю, мне это нравится. Что, любимая еда? Я сразу говорю, я вам не советую это есть. Я вообще не съела табаско, острый соус. Это, мне кажется, вообще невозможно было съесть. Короче, как он ответил на этот вопрос? Соус табаско с водорослями. Какой ужас. Я бы такое не съела. Жизнь. Не смогла бы попробовать, но не съела. Что я умею делать? Это я уже отвечала на вопрос, как бы это говорила Хани. И вы сразу поймете, что это она говорила. Потому что я представляла, что он у меня уже есть. Так что, слушаем. Редди умеет являться во сны и делать их очень веселыми. И он может плавать под водой и ходить по суше. Как видите, осьминог очень необычный. Он является во сны и может ходить и плавать под водой. Причем делает их очень хорошим. Хотя он наполовину чертик. Но добрый чертик. Вот. Расскажу, как он это делает. Например, гуляет он день поздно вечером. С Хани, например. Гуляет, гуляет, гуляет. И он улавливает своими рожками, что есть кому-то снится плохой сон. Там, маленькому монстрику. Он к нему быстро бежит. Являет к нему в сон. И делает его очень веселым. Зажигательным устраивает там вечеринку. Вот. Например, если этому ребенку или монстру монстру снилось там контрольное, тогда он прилечил два. Конечно же он после сна с Рэдди он забывает вообще про эту контрольную продвуину. Ну, про контрольную он не забывает. Вот. Ну, ходить по суше и плавать по воде это, чтобы я сделала так, чтобы он всегда был со своей хозяйкой. Ханни. Вот. И тут я написала небольшую историю, о которой вы узнаете одно из его любимых занятий. Так что, слушайте. Я, он, оно очень короткое. Там все от лица Хани. Это день рождения нашего Рэдди. Один раз я подарила Рэдди маракасы. И их, я их попросил у скелита. Скелита, вы, как знаете, она из Мексики. И она их попросила на заказ у... Ну, Хани попросила на заказ у скелита вот эти вот маракасы. Вот он раскрыл коробку. Увидел их, аж запрыгал, как понравилось. И весь день ими трещал. Что насчет прыгания? То есть, осьминоги, как вы знаете, они в основном в воде и прыгать не особо умеют. Причем на суше. Вот. Ну и в болоте. Все равно, как и нравится. Вот. Ну, запрыгал, получился с него это. Но весь день трещал. Это его большой... Это его минус. Потому что он, если взял маракасы, так весь день с ними будет сидеть и трещать. Вот. Любимое занятие я уже от лица Рэдди пишу этого нашего осьминожка. Так что слушаем. Я обожаю трясти своими маракасами. И я обожаю все трясучее. Поясняю все трясучее. Что значит это? Это значит, что он любит трясти всем телом. Трясти все, что ему попадется на глаза. Все. Главное, чтобы звал такой звук, как у маракасов. Вот. Сейчас. И здесь я еще сделала облачко, как бы наш... Рэдди говорит. Вот вам видно. Ну, сейчас вам покажу, что он говорит. Я обожаю трясти всем телом. И при этом трясти своими маракасами. То есть, его любимое занятие. И он это умеет делать одновременно. Сейчас я немножечко расскажу об этой... Об этом листике. Он зеленый. Потому что, как бы, Ханни Свон, Болото, наш Рэдди. Вот. Сделал я его зеленым. Здесь вы увидите вот такой вот, как портретик нашего Рэдди. Маленько. Здесь я сделала из... Как бы иметь... Хотела сделать, что это пузырики. В форме ромбика. Они болотного цвета, как там болото. Она из болота. Здесь я сделала водорос из бусинок. Она тоже болотного цвета. Здесь я нарисовала Рэдди на маракасы. И один из них больше другого. И на одном я сделала такие три бусинки. Тоже болотного цвета. Здесь уже побольше портрет Рэдди Крау. Он тут красненький уже. С рожками нормальными. Здесь это скелетик рыбки. И здесь я нарисовала камеру. Как вы знаете, Ханни Свон и страх камера мотор. Вот я представила, что это ее самая первая камера. Вот здесь обычная камера. Здесь цветочек, которым тянется водорос. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх. Голосуйте. И всем пока!